Индивидуальный предприниматель Осман Имамирзаев начал своё дело с одного старого лесовоза. Производство расширялось поэтапно. Сначала он закупил один станок, затем, когда объёмы увеличились, приобрёл их с десяток. В начале предпринимательской деятельности производство занимало 120 квадратных метров. Сегодня это почти гектар земли, из которых 400 квадратных метров занимает цех лесопилением. Действительно было вначале трудно, но тем не менее, кто боится трудностей, тот не достигает результатов. Тем не менее, своим настырным трудом мы добились того, что на сегодняшний день имеем. В месяц здесь производят 300 кубов только обрезного пиломатериала. Плюс необрезная доска, брус, вагонка, столярные изделия. У предприятия отменная репутация, а качественная продукция пользуется огромным спросом не только в Нягоне, но и в соседних территориях. Александр, надо будет сегодня куб доски пропустить, простругать его, потому что у нас куб сегодня на заказ. И давайте сегодня приступайте, давайте после обеда налет ещё надо будет отдать. Хорошо? Хорошо. Всё, давайте, приступайте. Осман Имамирзаев помогает в строительстве духовных объектов нашего города. Это мечеть и храм Владимирской иконы Божией Матери. А совсем недавно предприниматель помог и своим соседям. В посёлок Октябрьский он отправил 15 кубометров пиломатериалов на возрождение Свято-Троицкого храма. Надо помогать, да, ну тяжело, но есть людям, которые ещё тяжелее, чем нам. Я думаю, что это благое дело. Вот это нравственное воспитание нашего поколения, которое подрастает, мы же понимаем, это должно пройти через духовное воспитание. Когда человек духовно богат, этот человек является явным патриотом нашей страны. Он никогда не предаст, он будет в любой тяжёлый момент, он встанет в те ряды, которые надо встать. Так же, как и другие предприниматели, за последние несколько месяцев Осман Имамирзаев столкнулся с западными санкциями. После отказа в поставке американской продукции лесозаготовочного комплекса, руки у предпринимателя не опустились. Вместе с командой он начал искать отечественные аналоги на внутреннем рынке России. Давайте скажем так, Россия никогда этих санкций не боялась. Мы немножко другого контекста люди, да. У нас свои идеалы, у нас своё мышление. Слава Богу, нам, чем больше нас загоняют трудности, тем больше мы крепчаем. Мы умеем консолидироваться над любой проблемой, которая нас из вне начинает вталкивать. В день цех лесопиления изготавливает в среднем 10 кубов пиломатериалов. Нягонская лесопильня поставляет свои строительные материалы из древесины по всей Югре. В планах у предпринимателя расширить бизнес, создать больше рабочих мест и в будущем обеспечивать своей продукцией всю Россию.